Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «7 минут». Сегодня у нас в гостях Денис Никитин, руководитель регионального отделения ЛДПР России, лидер ЛДПР, как привыкли бы больше называть Владимира Вольфовича, вашего верховного руководителя. Ну, а вы у нас в регионе лидер ЛДПР, так что уж, Денис, привыкайте. Здравствуйте! Ну, а если серьезно, то тема у нас самая важная на сегодняшний момент, политическая. Только что буквально прошел единый день голосования в России. Воскресенье. Много о нем говорят, многочисленные итоги подводят. С одной стороны, с другой стороны цифры уже какие-то появились. Выборы проходили у нас в регионе. Ну, насколько наши зрители знают, Рязани они не коснулись напрямую. Но зато вот в отдельных районах очень-очень даже так интенсивно проходили. Выборная кампания, которая прошла у нас в 2014 году, на мой взгляд, была более чистая, более прозрачная, чем те выборные кампании, которые проходили до этого. В принципе, у нас избирались наиболее крупные районы. Это Касимовский район, были большие выборы в Рыбновском районе. Скопинский район, Сасовский, ну, еще ряд районов Рязанской области не с таким большим количеством вакансий. Конечно, мы старались подбирать кандидатов непосредственно местных. Людей из Рязани ни в коем случае старались в районы не ставить. И вот того, что мы добились, это 8 мандатов. На мой взгляд, это результат неплохой. И, конечно, можно было бы получить больше, но, в принципе, и эти 8 человек, я думаю, что будут работать на благо людей, которые их выбрали. И непосредственно сейчас будем сосредотачиваться на выполнении тех наказов избирателей, которые были непосредственно этим людям даны. Денис, извините, я перебью. Я смотрел статистику, и насколько вот она права, как говорит статистика, никогда не обманывает. У вас в прошлый раз было 7 человек представлено или нет? Или я просто ошибаюсь? Да, безусловно. У нас у 7 человек прекратились полномочия в этом году, и, соответственно, 8 человек у нас убралось. А, ну, то есть, вот он рос. Поэтому мы оказались в плюсе. То есть, один депутат у нас прибавился. Ну, что еще можно сказать? Единственная, на мой взгляд, сложность была у нас в сельском поселении Шостинском, это Касимовский район. Там у нас была приемная, потому что, ну, как, наверное, вы знаете, я об этом говорил, что все кандидаты от ЛДПР стараются идти в народ, в первую очередь, перед выборами, узнавать их проблемы, их сложности. Принцип работы, да. Да, это основной, так сказать, принцип работы. Все правильно. И у нас была приемная в селе Шостя, и непосредственно вандалы напали на эту приемную, поломали флаги, побили окна. В принципе, более никаких эксцессов у нас не проходило. Конечно, было неприятно. Ну, это говорит, наверное, о том, что все-таки, ну, наверное, кто-то опасается, может быть, да, когда идет кандидат от ЛДПР. Тем более, я хочу подчеркнуть, что наши кандидаты, идущие от нашей партии, абсолютно не судимы. У нас самые чистые списки, об этом говорил и председатель, потому что это у нас под самым жестким контролем. Никакого криминалитета, никакого крупного бизнеса, обычные, нормальные, хорошие, никакие сомнительные элементы. А значит, выборы все-таки, хоть и, ну, скажем так, провинциальные, но тем не менее проходили-то они достаточно серьезные. Вы знаете, конечно, безусловно, серьезно, но дело в том, что в этой выборной кампании в основном участили это Единая Россия и ЛДПР. В принципе, другие партии были кое-где представлены, но их было немного, понимаешь, и самовыдвиженцы. Ну, вот по этому поводу хочу сказать, что, на мой взгляд, наверное, более принципиально голосовать непосредственно все-таки за партийных людей, потому что у самовыдвиженцев нет такой поддержки, какой есть у партии. А это и областной уровень при необходимости, это и федеральный уровень, это лоббирование интересов сельского поселения для того, чтобы попасть в какие-то областные программы, федеральные программы развития села. И это, конечно, очень актуально. Но, на мой взгляд, самовыдвиженцы в этом плане проигрывают все-таки кандидатам партийным. Хотя, безусловно, очень достойные люди были нашими соперниками. Ну, да, просто партия – это мощная организованная система. Вот теперь, как итоги подведены, выводы сделаны, парламентские каникулы прошли, единый день голосования для вас, я считаю, прошел успешно, потому что вы в плюсе. Вот, теперь надо развивать дальнейшую работу. Ну, безусловно, те проекты партийные, которые у нас существовали, они у нас останутся в работе. Это и общерегиональный народный контроль ЛДПР, это и юридические консультации, и помощь в грузоперевозках, безусловно. Сейчас мы будем стараться сосредоточиться, опять же, на работе с электронаротом, на работе с избирателями, потому что впереди Рязанская областная дума. На мой взгляд, первая основная задача у нас сейчас – это узнать у людей их мнение, что непосредственно им хотелось бы видеть в Рязанской областной думе. Хорошо, я вас попрошу, давайте напомним вот эти вот ваши проекты с юридическими консультациями, с грузоперевозками, ну, для людей, которые, может быть, нас смотрят впервые или немного подзабыли, что это такое. Ну, во-первых, это бесплатная юридическая консультация понедельника-четверг, два дня, с 15 до 18.00, принимает юрист совершенно бесплатно, с любыми вопросами можно подходить и непосредственно разговаривать. К вам на Чапаево. Да, безусловно. Главной офис. Потом народный контроль ЛДПР. Если есть какие-то проблемы, ну, они, в принципе, имеют всегда, это жилищно-коммунальное хозяйство, какие-то плохие дороги, нарушенное право. В том числе и наши люди выезжают на место, а при возникновении каких-то, ну, более таких глобальных проблем, вот, в принципе, мы недавно с вашими корреспондентами выезжали в Рыбное по незаконной застройке. И хочу отметить, что непосредственно вот этот вот момент удалось остановить, незаконная застройка прекращена, и благодаря вам, и благодаря нашим депутатским запросам, совместной работе, благодаря прокуратуре тоже за это им большое спасибо, что разобрались в ситуации. Вот, потому что, ну, люди работают, безусловно. И вот это вот, на мой взгляд, важно, потому что, к сожалению, много еще у нас проблем, довольно-таки много, люди постоянно приходят, жалуются, порой говорят такие вещи, что становится просто страшно и непонятно, как такое вообще может происходить. И, конечно, в этом плане нужно разбираться, безусловно. Да, это вот ваш такой проект, который, я считаю, что нужно и дальше развивать даже, потому что, ну, понятно, что не всегда и не везде люди могут со своими проблемами обратиться. Ведь наш человек какой? Он будет действительно обращаться к кому-то за помощью, если проблем действительно уже, ну, беда какая-то достала уже, что называется, до сердца, до печенок. Так просто вот он не пойдет. Поэтому приходит с действительно важными вещами. С грузоперевозками вы помогаете тоже? Да, один день в неделю, это пятница, может человек в течение недели сделать заявку, соответственно, мы в пятницу выберем время. По городу, я еще раз повторю, это абсолютно бесплатно, если необходима грузоперевозка по области, то, соответственно, стоимость бензина абсолютно, газель и наш водитель бесплатно. Ну, вообще, у либерал-демократов всегда такое земные, как говорится, земные устремления и поддержки им людей, не какие-то там великие космические, а вот то, что действительно людям необходимо, за это спасибо. Теперь, поскольку о политике, давайте еще мы продолжим. Два слова. Ваше представительство сейчас в наших парламентах, значит, какое? Ну, у нас работают два депутата в Рязанской областной думе, Шерин Александр Николаевич и Денисов Анатолий Евгеньевич, два депутата в Рязанской городской думе, это Князев Анатолий Александрович и Суслов Анатолий Иванович, в принципе, их неприемные всегда открыты, соответственно, у Шерина Александра Николаевича тоже существует приемная, она находится на первом этаже. Офис номер 3, улица Чапаева, дом 60, туда тоже люди могут беспрепятственно обращаться со своими проблемами. И я вот думаю, что вот такой тандем работы, он, конечно, наши позиции усиливает и помогает решать много вопросов и проблем, к которым людям обращаются. То есть это такая рабочая связка региональная представительство депутатская и городская, Рязанская? Безусловно, безусловно. Вам большое спасибо. Я напомню, у нас в гостях был Денис Никитин, руководитель регионального отделения партии ЛДПР. А вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Семь минут». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова